Отказывается в ритику. Он вызовет олимпи. И вот вызывает несколько причин. Сказать. Господь сотворил вечернюю веру. И разослал приглашение. Приходите все. Когда он посылает слугу свою, вот так, что в лето. И ему отвечает, я не пришел, потому что я прибил в село. А в русском переводимую тему. Понятно, что в речи. Имею меру отречения. Вот такое будет. Другой человек отвечает. Я купил пять пар волокон. Имею меру отречения. Мне до конца третьей говорю. Я женился. Имею некогда. Я славяна. Я жена дорогая. Имею меру отречения. Тогда разбернулся господин. Сказал своему слуге. Иди на все распутицы. И соберись. И всех низких у Бога храмов. Идти их на этот мир. И убежал, господин, этот человек. И вел с собой божество людей. И сказал, что много места осталось. Тогда он опять-таки посылает. Иди и снова призывай всех. По всем околицам. По всем перелукам. Всех, кого надежда призывай. И вот. В заключении Господь говорит. Много злаза, добало избрана. Вот. Давайте посмотрим. За те причины, которые приводят люди к какому-то отказу. Первый говорит. Я зебрю все равно. Хозяйственное здоровье. Все равно в смысле слово. Это всякое предпринимательское деятельность. Бизнес по теперешнему. И вот это все обнимает у него и силу, и волю, и обнимать. И это мы видим каждый день. Все эти так называемые бизнесмы, которые, как правило, в духовном плане совершенны ничтенности. И, конечно же, такая привязанность сказала для душевных. Чувство сдает человек в связи с теми своих висусов, своим делом, создаёт рабочие места, ещё там что-то делает. Насталось бы радоваться радостью. Надо бы делать. И вот отказываться не дают. А почему он отказывается? Другой человек говорит, я приобрёл пять парталов. И мне надо испытать каковы эти слова. Здесь имеется в виду пять чувств человечества. Некоторые говорят так, что чувства нам даются для того, чтобы нам надо в жизни всё испытать. Говорю. Но дело в том, что есть много чего, что в жизни испытывают вообще не надо. И прикасаться к этому не надо. Поэтому это всё стоит один раз попробовать и уже не выбраться. для этого это причина выиграть божественностью уважительного совершенна и чем не оправдана. Это плохая причина. Чувственная жизнь, если ей подказаться, она разойдёт куда угодно. Любительный пример к этому. И наконец, средний человек говорит, что это верится. И что плохого, что человек жилился? Крепно. Но дело-то в том, что, как Господь сказал, без меня не можете творить и нечистос. Если этот брак не имеет в себе Божьего благословения и Божьего призвания и Божьего смысла, то опять-таки он уведёт человека опять-таки быстро, он не любит, за весом и за что-то больше. Поэтому я же делился это повод для некоторых людей отойти от Бога. Они говорят, ну что же в этом? Жена, дети, надо заботиться о них, деньги зарабатывают и прочее. Всё это оправдание, которое никакой критики не выдерживает. Потому что, конечно, надо всё это делать. Но ведь говорят, взветеорцы, поставь первое на первом месте, а в втором и третьем с вечерином исправиться. Вот в чём дело. Дело в том, что существует приоритет ценностей. Никто не утвергает, что ценности есть в этом мире и они должны быть. Вопрос в том, на каком месте не стоять. Нельзя последнее ставить на первое. Нельзя срединное ставить на первое. Первое должно быть на первом месте. А что же первое? Конечно, что еще может быть первое. И опять-таки, для нас это великое благо, если мы поставим первое на первом месте. Потому что Господь сказал, ты изменений не можешь не поверить ни часа. Всё, какое, что мы говорим и делаем в этом мире, всё, благодать Божия. И так, и наконец, вот кто такие званные, кто такие избранные. Я думаю, что я слушал проповедь отца деби раз скажу. И первое, что это проповедь это про меня. Он говорит, я вот 30 лет священник. И я сейчас стараюсь не крестить никого. Почему? Да потому что я вижу, что происходит. Люди приносят детей маленьких, а кто приносит? Что эти люди знают? Они ничего не знают. Ведь полагаются крестить младенцев по вере восприемлем. А что восприемлеме знают? Ничего абсолютно. Поэтому самоупреждение крещений автоматически не действуют. Мы знаем должность крещеных людей, которые стали величайшими преступниками. И Ленин был крещен, и Сталин был крещен. И все эти коммунисты большевики, которые расстреливали наших предков, они все были крещенными. И что толпы их крещен? Вот и сейчас мы тоже видим. Люди, которые уходят из церкви после крещения что-то не сорвалось. И первые с ними просто не знают что-то потому что церкви не нет. Вот такая компетация встречается. Званы много от безбранных. Кто такие сбранные? Сбранные, которые живут по-христиански. Они воспринимают благодать Божьим, храмом, крещением или помазанием мира помазанием. И живут в благодати. Вот это безбранные. Дело не в том, когда человек крестивили, дело в том, что он ускорился к крещению. Ведь крещение у нас происходит формально, если честно. Ну, пришли мы и давайте поселиться. Я сам на себе знаю, насколько тяжело, с каким тяжелым сердцем я оденелся в мире. Просто совесть мы живем. Что же я делаю? Люди-то ничего не понимают. Они даже не знают, зачем мы пришли. Ну, так положено, такое ныче. Так все делали. Особенно было мода на крещение в 90-х годах. Это мало хорошее. Что он сказал? Они человечества. Их дети говорят. Они исчезли. Испорились. Видишь, немного количества из них отстало с целью. Что тут делать, я не знаю. Никто не знает. Потому что отказывают к крещению невозможно. Потому что не знание это их вина, это их беда. Скорее. А люди получили его воспитали. Лень спрежьте матушка прежде нас поделаться. Они не варят себе труда ничего почитать. Хотя сейчас такая возможность существует в России. Много сейчас литературы, которых сейчас много сгадутся. Поэтому и смириться с этим нельзя. И не крестить тоже крестить. Такое есть парадокс. Что отец тебе не двигал? Ну у меня слухавый было такое решение я стараюсь это крещение дать благословящих. Но это несерьезный предлон. Потому что ты священник и ты не священник. Ты призван дать так делай и только жив и перелагает на плечи других. Но всяком случае проблема есть. Сейчас кстати гравит. Идет некоторое улучшение. Когда я начинал служить крещение совершало старое. Так потому что я не было обвиняем. Я считал старое. Сейчас обливательное крещение вышло в сторону. и все равно это крещение совершается в сторону. Это уже большой шаг вперед. И дай Бог чтобы этот шаг не остался последним. Проверь в то, что сделал в один шаг мы пойдем в зажим. Только это все нужно быть. И помоги нам Господь в этом. Потому что таяц крещение достополагающее качество. Если мы его совершаем не прежде, если мы совершаем не так, жизнь человека складывается потом тоже через место и вот что я хотел бы вам сказать сегодня. Спасибо вам потому что это впечатление. Спасибо.